Всем ребята, привет! Вы на канале GameDop и мы продолжаем играть в игру Готика 3. Как видите, я одел новые шмотки, это квестовые шмотки, корона Аданаса и мантия Аданаса. Вот мантия, я кстати докачал древние знания на 300, потому что не хватало, чтобы одеть данную мантию. Ну и вот и корона Аданаса. Есть амулет Аданаса и есть и кольцо Аданаса. И вроде бы есть еще пятый какой-то предмет, но что это за предмет, я не знаю. Возможно это какое-то оружие Аданаса. Я нахожусь возле пещеры. Здесь у нас кочевники. Но сейчас мы сюда еще зайдем. А пойдем мы вот с пещеры вот так вот прямо-прямо и найдем тридцать второй старый сундук. Тридцать первый старый сундук я открыл без записи видео. Ну, якобы запись включил, но без камеры. Поэтому вот этот фрагмент я вам вставлю после открытия вот этого сундука. Итак, у нас здесь амулет на ловкость и на выносливость. Ну, такое себе. А теперь смотрите, как я забирал тридцать первый старый сундук. Это был город Сильден, а не Гельдерн, если я не ошибаюсь. Там есть домик с шаманами. Я пришел ночью, шаманы спали. Там стояло два охранника. Этих два охранника усыпил, спокойно подошел, открыл сундук и спокойно ушел. Меня никто не заметил. Теперь давайте еще телепортируемся в ВВ. Нужно вот сюда. Бен Рай. Полетели. Там тоже можно найти один старый сундук. Возможно, я его забирал, а возможно и нет. Короче, мы бежим вот так вот. Мимо этого колодца и вот этой башни. Бежим вот так вот и прямо-прямо. Там есть и база или бандитов, или кочевников. Я уже не помню. Так. Вот так если бежать, мы придем прямо к ней. Мы там были. Мы там были. Но старый сундук я там не заметил. Я мимо его прошел. А может и заметил. Сейчас, короче, проверим. Если я его открыл, то получается мы зря бежим. Итак, выносливость как раз заканчивается. Ага, вот они здесь тусуются. О, так это те рыбы, которые убежали. Я ж типа их же это... О, тут табличка есть каменная. Неинтересно. Блин, неинтересно. Так, ну а именного рома нету? Как же есть хочется. Тебе пора идти. Так я могу есть и дать. У меня есть что поесть. Лучшая идея, а то у нас обоих будут неприятности. Ой, еще табличка каменная. Неинтересно. Да че неинтересно? А может еще есть? А ну-ка. Ничего нового. Да е-мое. Так. Ну давайте сундук заберем. Мне кажется, я его уже заметил. Тихо-тихо. Где-то он мне на глаза попадался. А, вот он. Итак, это уже тридцать-третий старый сундук. Здесь тоже свитки и амулет. Там был на ловкость, а здесь на силу. Так, забираем все. И давайте еще здесь посмотрим. Может еще есть какие-то старые каменные таблички. Не, вроде бы ничего нету. Тогда. Тогда мы телепортируемся дальше. Теперь я хочу попасть в Бен Сало. А прикол хотите? У меня в Бен Сало нету телепорта. А как это так у меня телепорта туда нету? Я там че, телепорт не нашел? Ладно. Придется пешком бежать. Я этого не знал, что телепорта нету у меня. Нужно это как-то исправить. Нужно срочно телепорт там найти. Так, вот я подбежал до этого города. И где здесь телепорт? Надо поискать. Я думал, телепорт у меня сюда есть. А его, оказывается, нету у меня. Сейчас, сейчас найдем. А, блин, это я в Бен Эрай прибежал. Бен Сало дальше. Ё-моё. Я не добежал еще до того Бен Сало. Ладно, побежали. Вот это, конечно, я жестко тупанул. Да? А что вот это за храм такой? Я к нему вроде бы не подбегал. Да? Ну да. Я здесь был в храме, здесь был в храме. А вот в этом храме я не был. А, так потому что я в Бен Сало не бегал еще. Тьфу, конечно же, я вспомнил. Я в Бен Сало только планировал пойти. Но в Само... Я там еще не был, поэтому там и телепорта нет у меня. Все, понятно. А то я что-то уже переживать начал. Зомби вообще печальный. Кстати, на этой броне написано... Бонус мага воды. Ну, у меня ж типа фаербол. Фаербол это, по идее, точно не вода. А молния, это магия воды или нет? Давайте проверим, что это больнее бьется. Или фаербол больнее. Или молния больнее бьет. Так, надо по зомби стрелять. Не-не-не-не-не-не-не. Фаербол больнее бьет. Ух ты, блин. Так, тихо. Фаербол оставляет сколько? Блин, цель не выбирается. Оставляет примерно 3 миллиметра хп. Да. Не-не-не. Фаербол гораздо выгоднее. Молния слабенькая. Ну и плюсы в фаерболе есть эффекты горения. Противник может просто загореть. Главное, типа, усиленным ударом ударить. Итак, что же в этом храме у нас? Давайте всех зомби побьем. Тогда, наверное, мы еще в Бэннере не пойдем, потому что... Точнее, не как-то не Бэннера, а Бэнн Сала. Я еще там одного NPC нашел, который стоит возле Эмор Асул. Там, где вот эти много руин различных. Я там нашел еще одного NPC. Вот хочу сейчас с ним пойти поговорить. И потом уже идти в другой город. Странный скелет лучника. У него лук. Лук. А он бежит ко мне в критык. О, там кто-то стоит. Верховный. Так-так-так, его нужно заморозить. И где молния моя? То есть молния. Заморозка, заморозка, заморозка. Отлично. Теперь вайрбол. Фух, мы убили этого мага. Мага. Отлично. Так. Так-так-так-так-так-так. Золото, золото, руда. Еще зомбаки стоят. И скелеты бегут на меня. Ничего себе. Их так много, что... Их так много, что у меня даже мана успела закончиться. Не успевая трогиниться. Так, отлично. Чики-пики. Так, давайте вот склеп проверим. Да нет же. Да нет же. В бою. Что здесь у нас? Железный сундук. Ну, железный сундук меня не сильно интересует. Мне нужны старые сундуки, потому что в старых сундуках там где-то на 45-м сундуке можно крутой посох достать. Поэтому я вот и стараюсь искать именно старые сундуки. Ну что, в склеп заходим? Или может потом пойдем? Не, давайте, наверное, сейчас пойдем, а то я еще сюда пришел. И что? Получается, я зря пришел сюда. А-а-а! Замбаковский это много. Как бы на это нужно много времени, чтобы это все зачистить. Зато это офигенный бонус к опыту. А сколько у меня там очков прокачки? 59. Нормально. Можно что-то полезное пойти прокачать. Самое полезное это мастерство посохом 3-го левела. Я никак не прокачаю, потому что я не могу найти, где оно качается. Что-то идут, идут, идут. Это не заканчивается. Спускаемся вниз. Так, а здесь кувшинчики можно исследовать. Ой-ой-ой! А-а-а! И нужно, наверное, свет. Пусть темно там как-то. Кстати, вот этот костюм отдал свой прикольный, такой белый, светлый. Не знаю, мне он нравится. Красивый, красивый. Так. Винул два зонби. Плюс один подошел, плюс два подошло. Плюс два подошло. А-а-а! Опа-ла! Ничего себе! А вблизи зонби бьется неплохо. Да. В таких вот узких лабиринтах с легкостью могут зажать и убить. Если там, на секундочку, затупить, завтыкать, они быстро придут, тебе шею сломают. Да я его атаковать начал, он стоит, смотрит на меня. Опа! А-а-а! А-а-а! Опа! Из-за угла, гоп-стоп. Люблю бить скелету, потому что у них так башка прикольно отлетает. Ой, опять темно. Что-то фонарик долго не висит. Сейчас стоил кастовать нужно. Так, что там магов этих нету? Опасных, опасных магов. Так, заходим. Еще зомби, да? За спиной никого, это хорошо. А-а-а! Ага, есть там маг, е-мое, что делать? Нифига себе! Нифига себе! Больно-то как! Кушай, кушай, родной! Давайте как-нибудь аккуратно туда попробуем зайти или подойти. Там какой-то юг, кто, блин? А кошмар, он больно бьет. Там какой-то длинной скелет. Возможно, то... Точнее, маг иммунной какой-то. Скорее всего, что он по квесту, наверное. О, идет, идет. Парочка влюбленных игр. Так, теперь я иду. Надо, наверное... Так. Лампочку поменять надо. И будем пытаться его замораживать. А-а-а! А-а-а! Что делать? Что делать? Я не знаю, я не знаю, что делать. Он больно бьет сильно, сильно больно бьет. Я заморозку не успеваю прокастовать. Он мне касты сбивает. Ху-ху-ху-ху! Да, это был квестовый чувак. Что там за посох у него был? Наверное, посох мага. Потому что я больше посохов у себя не вижу. Ладно. Получается, все. Это был последний противник. Блин. Опять лампочка сдохла. Камера проваливается в потолок. Итак, что здесь у нас есть? Вообще нифига нету здесь. Прикиньте. Ни сундука, ничего нету здесь. Вы что, на приколе? Ха-ха-ха-ха! Короче, отсюда можно спокойно сваливать. Короче, я решил все же в Бен Сала дойти. Потому что мы тут уже близко. Близко возле его. Я там сейчас диалоги слушать не буду. Квесты брать не буду. Просто зайдем. И попытаемся по-быстрому найти телепорт. И потом полетим мы в Морасул. Чтобы потом с Морасула туда не бежать пешком. Я сейчас хочу телепорт там взять. Так. Так. Где город? А все, город я вижу. Здесь зомби. После открытия склепа. Эти зомби по всей пустыне бегают. Ну это халявные опыты. Так что хай бегает. Смотрите, смотрите сколько их. Их пипец много. По 200 опыта с каждого. То есть нифига себе. Только можно прокачать. Прокачать, само-то неплохо. Короче. Ой-ой-ой, подвисает. Подвисает. Немножко глючит. Очередные зомби. Как-то зомби распалили костер. Зачем им костер? Сейчас не холодно. И еда им тоже вроде бы не нужна. Так бы готовить нечего. Зомби едят мозги. Игрят для них и жарят перед поеданием. Да, кстати я левел прокачал. Ё-моё, сколько их здесь. А куда он пошел? Ты в ту сторону идешь. Зомби. Он пытается город атаковать или что? О, мумия. За мумию аж 300 опыта. О, вот еще. Пипец. Пипец. Сколько их здесь? Блин, почему лагает? Так, заходим, заходим. Попробуем по-быстрому найти камень телепорта. Ну, чаще всего это где-то на видном месте он лежит. Но не всегда, не всегда. Так, это что за сундук? Это обычный сундук. Нет, не интересно. В домике он вряд ли будет лежать. Кованый сундук. Большой сундук. Старого сундука здесь нету в этом. В самом городе нету. А за городом есть, здесь недалеко старый сундук. Так, ну где-где-где-где, а вот все комитет порта есть. Там какая-то рубилова началась или что? Да, помогаем. Этого стоило ожидать. Ах ты, дядька, дядька. Еще одна гнида. Че ты подлез? Ты же сам виноват. Пришел в город, уже кто-то выбил. А кого я убил? Ну, это вроде бы какой-то обычный охранник, да? То, что мы его убили, мы не потеряли ничего. Ладно, в эту шахту я еще схожу потом как-нибудь. А сейчас я хочу подняться наверх и там забрать и старый сундук. Как у меня быстро меняются, планы меняются. То иду сюда, то иду сюда, то не иду сюда. Я то забираю старый сундук, а не забираю старый сундук. Короче, здесь нужно подняться наверх, там поубивать тоже зомби всякие. У них там такая небольшая база, вроде бы как. И должен быть сундук. Дубинок кучу поднимаю. А, они не могут спуститься. Вообще калеки, да? Просто стоишь и расстреливаешь. У них не хватает ума, чтобы спуститься. Прикиньте. Тени глупые. Тут просто великолепная геодата. Вон сундук подстает. Это, по идее, уже какой сундук? Надо посчитать, я уже не помню сам. 30... О, квест-как это выполнил. 33-й или 34-й? Наверное, 34-й, да? Ладно, открываем его. Сломано. Итак, чё у нас здесь? Тут аж два амулета. Ну, такое себе. Они меня не интересуют. Итак, теперь мы телепортируемся в Морасул. И побежим там к одной NPC, которого я хочу вам показать. Так, Морасул. Телепорт. Бежать, в принципе, не сильно далеко. Ну, и не сильно близко. Впрочем, руины, в которых мы там сто раз были. Ну, туда нужно и бежать. Вот эти руины. И сейчас, когда бежим до NPC, и я вам его покажу. А вот там я вижу пещеру вдалеке. Вот пещера. Это чё за пещера? Я не знаю, был ли ты или не был я там. Наверное, не был. Давайте сходим, проверим её. А, секундочку. Вот в ту пещеру, наверное, тут NPC должен меня повезти. Вроде бы так. Тогда сначала NPC-то мы найдём. Потом мы... Если он нас туда не отведёт, тогда мы туда уже сами сходим. Вот такой вот план. Оп-па. Големчики огненные. Какие-то они глупенькие. Это чё, клад? Вау! Вот эта шикарная находка, кстати. А чё не забирается-то фигня? С голема. Навестись не могу. О, забрал. Крутенная каменная табличка. Плюс 6. Потому что она старая. Что-то о древней культуре. 307 древних знаний. Вот про эту табличку я не знал, кстати. Случайно нашёл её. Смотрите, прикол. Ещё бежал мимо. Бежал мимо. Сюда захожу. Сюда захожу. И что я вижу? Ещё одна табличка каменная. Офигеть! Ещё одна. Это плюс 3. Офигеть! Что-то о древней магии. 310 древних знаний. Офигеть! От того NPC, кстати, я не могу найти. Что-то я потерялся. И тогда я его случайно нашёл, когда бегал здесь. Но я его нашёл и не захоронялся. Я так на карте посмотрел. Вроде бы знаю, куда бежать. А теперь бегу, и я не понимаю, куда я бегу. То есть не могу его найти. Один раз нашёл, и всё, и хватит. И хватит. Второй раз не могу найти. Зато нашёл каменные таблички, которые я в прошлый раз не находил. Вот так вот. Ищешь одно, находишь другое. И то, что я нашёл, мне это очень-очень радует. Во! Нашёл его! Короче, я вообще мимо его прошёл. Вот он. Сэ... Сэнюэм. Путник! Наконец-то ты пришёл! Чего тебе? Маг воды Мирдарион послал меня. Я отведу тебя к нему, если ты хочешь. Отведи меня к Мирдариону. Следуй за мной, путник. И, как я догадывался, он, наверное, меня в ту пещеру поведёт. Вон та пещера. Как бы тут было недалеко. А я вот туда побежал. А я вот туда побежал. Он стоял здесь, а я побежал туда. Просто, когда я в прошлый раз его нашёл, я с обратной стороны заходил, и мне казалось, что нужно все руины пробежать, и там его найти. Оказывается, он на окраине этих руин стоит. Ой, травичка растёт, цветочки всякие. Короче, он сказал, типа, что нас ведёт к Магу Воды. Кстати, там же есть задание на убийство Мага Воды. И мне же, чтобы попасть в главный город, нужно репутацию к Ассасинам прокачать. И вроде бы как, я пока не уверен, но... Вроде бы без убийства Мага Воды не получится, наверное, прокачать репутацию. Типа, хочешь, не хочешь, а придётся, наверное, убивать. Добро пожаловать. Мердарион много рассказывал о тебе. Мы готовы сражаться за тебя, победитель. Как ещё ты можешь меня поддержать? Я могу поделиться с тобой моим знанием. Драться учит, охоте учит. И можно с имени атаковать Морасулы. Но я Морасулы атаковать пока не буду. Так, сейчас тут ещё именных. Темно, 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 темно. Мы пришли. Хорошо, что ты пошёл, путник. Так, всё, иди. Чё тут каменные таблички читаются? Хорошо, что ты пришёл. Мердарион, что ты здесь делаешь? Изучаю писание древнего народа. Что я могу для тебя сделать? Ты нашёл артефакт. Очень хорошо. Если ты ищешь Сатураса, то он разбил свой лагерь у храма Альши Дима. Храм Морасул открыт. Этого трудно было не заметить. Мертвецы разгуливают по стране и равняют с землёй всё, что попадается им на пути. Мы должны положить конец беспределу. Что мы можем сделать? Полчища мертвецов возглавляют пятеро военачальников немёртвых. Если они падут, мы сможем предотвратить самое ужасное. Давай схватимся с нежитью. Да, давай вступим в бой. Полководцы древнего народа не принадлежат этому времени. Их господство давно закончилось. Следуй за мной. Да подожди, стой. Стой. А, нельзя прочитать. Ну ладно, побежали. А где тот, который меня вёл? Куда он делся? Чё, он провёл меня и убежал куда-то? Я с ним ещё поговорить хотел. Впрочем, мы идём убивать этих каких-то военачальников армии мёртвых. Наверное, когда мы их убьём, все эти зомби исчезнут. Так может даже и невыходно его убивать, тех начальников, потому что зомби не будет, качаться не будет на кром. Бежим за этим магом. Опа. 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 А тебе никто и не вспомнит. Никто и не вспомнит. Так, а в этом... Не хочешь понять, что ли? Своего попал. Ну, что за дичь такая. А тебе никто и не вспомнит. Он хоть не сдохнул. Там вроде бы нет крепких чуваков. Так, боком, боком, боком. А теперь и не жалко. Так, а снизу? А ну дайте мне ещё древнюю табличку. Железный сундук. Так. Выходим. Ты где? Ага. Побежали дальше. Так. Уже вижу скелета. И зомби-зомби-зомби-много зомби. А, мы убили этого начальника, да? А тебе никто и не вспомнит. Чё дальше? А сколько их? Четыре или пять уже был? Ты здорово ему показал! А тебе не... Ага, как голова кутиночь. Кайфую. Когда бошка отлетает в скелеты. Тебя и не жалко. Тебя и не жалко. Так, у тебя там хп сколько? А, нормально. Всё в порядке? Конечно. Прикрывай меня сзади. Ни один не должен уйти. Окей. Окей. Не хочешь понять, что ли? Отлично. У нас офигенная команда. Два мага. Я могу его усыпить, если его посох выпадет. Я посох заберу его. Это, наверное, было бы прикольно. А то мой посох мне не нравится. А я с этим посохом уже... Не знаю, много-много видео бегаю. Жуки дохлые валяются. А, да здесь я, наверное, убил одного начальника, да? А, ну да, его уже убил. Мы не можем медлить. Промедление смерти подобно. Не отступать. За мной. Давай, давай. Я помню, как этих зомби я бил. Это было прошлое или позапрошлое видео. А, здесь мы нашли этого кладоискателя. Вот здесь он колупался в земле. И здесь, наверное, мы поубивали зомби, да? Какие мы молодцы. Еще немного. Вперед! Классный квест, да? Идешь, только опри получаешь и все. И здесь, наверное, я поубивал всех. Не мертвым нечего делать в этом мире. Полководцы нежити теперь просто история. Очень хорошо. Значит, мертвые скоро вновь обретут покой. Хорошая работа. Я горжусь тобой. Береги себя. Ты еще нужен всем нам. Возьми это в дорогу. Аданас да пребудет с тобой. Я снова займусь своими исследованиями. Работы еще много. Что он там из зелья дал мне? Расскажи мне о своих исследованиях. Тебе неплохо было бы овладеть древним знанием. Древняя магия – могучее оружие. Я могу дать тебе лишь то, что я нашел. Но в руинах живет старик Мизир. Он торгует древними артефактами. Я рассказал о тебе кочевникам. Когда они услыхали о твоих подвигах, мне едва удалось их сдержать. Если ты собираешься идти на Морасул, то можешь рассчитывать на помощь кочевников. Они все хотят сражаться на твоей стороне. Не, Морасул пока меня не интересует. Чему он может меня обучить? Расскажи мне что-нибудь о древней магии. Ну, понятно. Так. Тоже понятно. Так. Взлом замков можно прокачать. Там у меня свитки есть. Не буду качать. Да, наверное, все. Невозможно. Невозможно. Ограбить. Его, наверное, можно убить. Надеюсь, это не сильно повлияет на нашу репутацию. А репутация к ассасинам у нас поднимется. Ах, я тебе помогу. Ах, нифига себе. Призыв Галема. Возможно, это мне поможет. А возможно, и не поможет. Так. Ну, давай. Галем, атакуй его. Я тебе помогу. Галем, давай. Капец, он сильный. Он полечил себя. Репутация к ассасинам только плюс 3 добавилась. Чё-то совсем мало. Ладно, Галем. Ты свободен. Развалился Галем. А, посох поломанный. Блин, фигня, фигня. Я, честно говоря, убивал его. Думал, типа, там посох крутой на нём. Думал, типа, ради посоха я его убью. И плюс репутация. Как-то мало репутации дали. Печаль, беда. Ладно, ребята. Продолжим в следующем видео. Юля снимаешь. Я его поразгребал, чтобы оно затухло. Я его поразгребал, чтобы оно... Тут вроде бы этого... Вокруг ничего горячего нету, а он не загорится.